Тишину в зрительном зале Назрановского Дома культуры нарушает только звучное чтение строк священного Корана. Пока один из конкурсантов читает выдержки из писания, остальные молчат. Люди из зала просто слушают и тем самым выражают уважение к Корану. И только члены жюри изредка указывают на ошибки конкурсантов, а при необходимости помогают им вспомнить продолжение. Правила конкурса просты. Член жюри начинает читать один из аятов Корана. Задача конкурсанта – продолжить чтение. Всего каждому участнику нужно прочитать три аята. Проходит конкурс в двух возрастных категориях. В младшие дети до 12 лет. Среди них не должно быть хафизов – знатоков Корана наизусть и победителей конкурса прошлых лет. В старшей же группе принимают участие любой желающий не моложе 12. Здесь ограничений нет. В младшие дети до 12 лет. В последние 30 лет. Среди них не было 41 участников. Среди них не было. В младшие 20 лет. Среди них не было. Среди них не было. Среди них не было. Среди них не было. Если Имран Арчаков уже показал свои знания Корана, другие конкурсанты ждут вызова на сцену. Они про себя повторяют аяты, пытаются собраться и не нервничать. Всего в конкурсе принимают участие более 50 человек со всей республики. Это те, которые прошли первый тур. Их отобрали из 81 участника. Оценивают выступления каждого в четырех разделах. Конкурсант должен не только без ошибок прочитать задания, но и соблюсти интонацию. Учитывается также и краснопение участников. У нас система такая. Мы основной упор делаем на хивз. То есть мы смотрим в процентном соотношении 40 баллов. Это знание текста Корана. Дальше уже идет махрадж. Таджуид. Махрадж – это уже правильное произношение букв. И таджуид – это правильное использование правил в чтении Корана. И, соответственно, на распев, чтобы читать макам. Знания конкурсантов оценивают четверо членов жюри. Все они приглашены из соседних регионов. Шамиль Магомедов начал изучать Коран в 11. И через несколько лет знал все суры писания наизусть. Сегодня он в качестве члена жюри. Подскажите, 100 бальников много сегодня было? Ну, в целом, если сказать, я очень сильно удивлен, конечно же. Особенно последний, кто выступал. Его вот это красивое чтение. Меня очень сильно так удивило. И на уровне самой республики. Мы проводили в Дербенте на республиканском такой же конкурсе, только в Дагестане. Я вам скажу, у нас один уровень в плане знаний Корана. Поэтому, аль-хамдул-лях, что есть такая популяризация, есть желание. И будем все силы вкладывать, делать, чтобы у нас Фуран был на первом месте. Несмотря на то, что обучение Корану, выбор каждого и изучают его не за какие-то блага, победителей ждут подарки и грамоты. Призовых мест в конкурсе 6. По 3 в каждой группе. Мусульм Гани, Васхаб Белакиев. Новости 24.